Если в российском посольстве количество людей будет сокращено до того же, что осталось в чешском, придётся по логике запретить чехам нанимать россиян, водителей, учителей, сантехников. Такого ухудшения отношений между странами не было ещё никогда. Инициированная Чехией высылка дипломатов вполне может привести к тому, что работа посольства и вовсе будет парализована. А это непременно негативно скажется на всех без исключения областях сотрудничества. Вот автомобили «Шкода» собирают в Нижнем Новгороде, а это производство чешских самолётов Л-410 на Уральском заводе гражданской авиации в Екатеринбурге. Плоды совместной работы, которые могут пострадать. Кризис в российско-чешских отношениях формировался не первый год. Мы помним историю с оснослом памятника маршала Конева, мы помним историю с бесконечными шпионскими скандалами, которые практически все завершились пшиком, и оказалось, что они не имели под собой никакой почвы. Чешскую АЭС в Дукованах из тендера на достройку, которую Россию так поспешно вычеркнули, между прочим, обслуживает и снабжает ядерным топливом-то по-прежнему Росатом. И выходя сегодня из российского МИДа, чешский посол дипломатично отвечает по-русски. Работа дипломатов есть решить таких проблем. Это, думаю, есть первая встреча, но будут еще следующие встречи, чтобы мы эти вопросы решили. Правда ли, что это будет длительный процесс? Думаю, да.